Псевдоморфоза и антиморфоза. Мировое подполье. То, что Россия всегда позиционировала себя как антитеза к остальному миру и якобы была окружена врагами, еретиками, иноверцами, нехристами, жидомасонами, капиталистами, антикоммунистами, антисоветчиками, русофобами – это свидетельство ее собственной перевернутости. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Зависимость от Запада и противопоставление себя Западу. Недаром Освальд Шпенглер назвал это псевдоморфозом. Одна культура, не развившись из себя, принимает форму другой. Цитата. Цитата. Конец цитаты. Цитата. 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 обратив его на путь коммунистической революции и марксизма-маоизма. Но в исторической судьбе Китая есть гораздо более могучие и долгодействующие механизмы. Между тем у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже в самой себе. «Подпольный человек у Достоевского наделен острым сознанием своей «самости», но при этом лишен большого творческого дарования и поэтому расходует себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие наибольшее мучение ему самому». Россия — «подпольное» государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье. Земля и воля — народная воля, а затем уже в XX веке возвела революционное подполье к вершинам власти. В поведении России на мировой арене угадываются черты уже вполне уверенного в себе подпольного человека, новым воплощением которого в XXI веке стало первое лицо государства. Эта страна бросает всем вызов, дразнит, унижает, но при этом не способна создать своей цивилизации, к которой по доброй воле потянулись бы другие народы. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создать свою цивилизацию. Ни Австралия, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой такой цели. Но именно это постоянно пытается делать Россия. То в качестве Третьего Рима, последнего облота истинной веры, то в качестве СССР, прокладывающего миру путь к светлому будущему, то в качестве центра Евразии и знамени евразийства, противостоящего «атлантизму» в кавычках. Все эти попытки терпят крах и, тем не менее, возобновляются. Страна мучает себя и других, и в этом ее экзистенция, ее способ напомнить всем и самой себе, что она жива. Без этого страдания она давно превратилась бы в мертвую пустыню. Только страдание, которое она причиняет другим и себе, оживляет ее, как и ее творцов, от Гоголя, Достоевского и Толстого до Платонова и Солженицына. Русская экзистенция — быть вопреки себе и другим, быть первой в самоотрицании и саморазрушении. Опасная и мучительная страна, делающая все для того, чтобы ее население разделилось на две неравные части — пропоиц, воров, негодяев и мучеников и святых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова